Здравствуйте, уважаемые друзья! Меня зовут Тирбатаев Ачир и сегодня мы хотели поговорить о эпосе джангар, о сакральности эпоса джангар и конечно же о буддийском мировоззрении, присущем нашему народу и в том числе и нашему великому эпосу. Для начала хотелось бы рассказать о исходящихся школах, о традициях джангара. У нас в калмыцком народе выделяет 7 версий джангара, то есть когда мы говорим версия джангара, то это определенная версия со своим эпическим языком, со своими общими местами, эпитетами, со своей мелодией, со своим вступлением. Так, есть 7 версий джангара. Сейчас перечислим. Малодербетовская версия Экибухосовского оймака, то есть версия Эйлянула, 10 глав, свое вступление, около 300 строк вступления и каждая глава конечно же начинается со вступления. Дальше, Малодербетовская версия Нойнахинского оймака, это по-моему сейчас Киченежский район, поселок Абильный. Также ее называют версией Паврама, потому что Паврам был один из первых исполнителей в этой версии. Там насчитывается три главы эпоса о поражении хана Шулмусов Шарагюргю, о поражении Утуцагана и о поражении хана Шулмусов Кюрюль Эрне. Три главы и тоже вот свое вступление, очень широкое, около 900 строк вступления и наверное многие слышали это как раз вот вступление, которое поет наш Рафсот Владимир Аконович. Вот это как раз и есть версия джангара Паврама. Дальше идет цикл, богатсухуровский цикл. Там тоже три главы эпоса и самая вот объемная глава в Халмыцком джангаре. Это глава о поражении Харакинеса. Кстати, кинес это слово князь, русское слово. О поражении Харакинеса и это самая объемная глава в нашем джангаре около пяти тысяч строк. Три версии дальше. Четвертая и кицухуровская версия, версия джангар Шавалин Давы, Давы Шавалиева. Там четыре главы и также свое вступление. Пятая Харакусовская версия джангара. Представителем этой версии был великий джангарчи двадцатого века Басангов Мукёвин. О нем я еще позже расскажу. Там шесть глав эпоса. Шестая версия это малодиабетовская версия Насанки Балдырова. Представлена она одной главой, но в тем не менее выделена в свою версию. И седьмая версия, версия джангара донских калмыков. В 1901 году у скользителя Абушинова Дарджи или Бадмы, я вот точно не помню, записали одну главу эпоса джангар. И она представляет вот собой интерес тем, что там много диалектных особенностей донских калмыков. Очень интересно, если кто интересуется бузаовским подговором дербецкого диалекта, то обязательно прочитайте эту главу. Так, семь версий джангара. В каждой версии свое выступление, своя мелодия, свой эпический стиль, свой эпический язык. Когда мы говорим о сказительской школе, мы подразумеваем школу, когда джангарчи воспитываются с детства. То есть раньше было как именитые джангарчи учили джангару либо своих детей, либо своих племянников. То есть это шло внутри рода. И так сказительские школы развивались, развивались, но, к сожалению, в 20 веке они как сказительские школы прекратили свое существование. Последним, наверное, джангарчи вот именно со сказительской школы, которая ведет линию преемственности от Эйляна Ула, это Тельтели Джиев, например. В икицухурской версии последний джангарчи Джукан Найман, Джукаев, который является племянником до высшего Льива. Вот, к сожалению, они прекратились, но мы можем их восстановить. Слава Богу, у нас есть книги, где написан текст, есть мелодии, есть записи. И я думаю, если развивать интерес, то будет много исполнителей, будет и главная цель, наверное, вновь воссоздать сказительские школы джангарчи. Кстати, хотелось бы сказать, что в Синьцзяне синьцзянские версии джангара, синьцзянская версия, представлена семидесятью главами. И начиная вот от рождения джангара и заканчивая его смертью. Очень тоже интересно. Они у нас изданы в Калмыкии в переводе с приложений Студобичик на современный калмыцкий язык Буляшки Чиинтадаевой в трех томах. В магазинах можете поспрашивать и, думаю, будет очень интересно почитать. Так, легенда о первом джангарчи. Берман в калмыцких степях зафиксировал такую легенду. Во времена правления Убашихана, в богатсухурском Улусе, в Улусе Цибека-Дарджи, жил человек. И однажды этот человек умер. И, как положено по калмыцким обычаям, человека отнесли в степь и оставляли на сиденье зверям и птицам. Человек умер, и его душа оказалась в царстве Ирлик-Наминхана. Ирлик-Наминхан – это Ямараджа, это царь мира адов, Ирлик-Наминхан. Он попадает в это царство, и царь закона, Ирлик-Наминхан, и видит, что забрали жизнь человека по ошибке. И тогда для того, чтобы ответить за свою ошибку, Ирлик-Наминхан предлагает этому человеку выбрать один из талантов, одно из искусств, которое окружало из окружения Ирлик-Наминхана. Человек услышал эпос, услышал пение и захотел научиться сказывать эпос, приобрести сказительский дар. Ирлик-Наминхан тогда сказал, хорошо, я тебе дам сказительский дар, но при условии, что ты должен этот сказительский дар открыть только лами, то есть придет человек и попросит тебя исполнить. Потом Ирлик-Наминхан накладывает этому человеку печать народ. И человек оживает. Человек оживает, встает в степи, идет домой. Приходит домой, люди себе удивляются. Ну, вот я ехан. Эм де кун, булахла, эм де. Живой человек есть живой человек. И он ни с кем не разговаривает, то есть вообще не разговаривает, он нем. И так и живет. И однажды к ним в кибитку приходит лама. Лама видит этого человека и начинает говорить с ним. И тогда этот человек начинает говорить и начинает петь джангар. И он является первым джангарчи. И у него было очень много учеников. Слава о нем очень быстро распространилась по всей Калмыцкой степи. У него было очень много учеников, но, к сожалению, он ушел вслед с Убашиханом на Алтай. Но и в Калмыкии, и в Калмыцких степях осталось 50 его учеников. И, возможно, эти 50 учеников не ведут свои сказические школы. Дальше. Это легенда. То есть, что говорится в этой легенде? Что дар, сказический дар, дается Эрлик-Номинханам. Эрлик-Номинхан – царь закона, который решает судьбу умершего человека. Так. Ну, легенда. Многие бы в нее не поверили, но посмотрим логически. Многие вот люди верят в Иисуса Христа, в Будду, в Лао-Дзи, в просвещенных, просветленных людей. Вот вы верите в просветленных людей? Конечно же, они, конечно же, были и учат нас, и до сих пор мы продолжаем это учение. То есть, если есть просветленные люди, то, знаешь, существует нирвана, состояние просветленности. Если существует нирвана, то у нее должен быть антипод. То есть, если есть черное, то есть белое. Черное и белое взаимодополняют друг друга, происходят из друг друга. Вот. Если есть нирвана, то есть и сансара. Дальше. Сансара. Сансара – это состояние непросветленного ума. То есть, нирвана – это когда… вернее, сансара – это когда человек смотрит, видит действительность, как будто бы через отражение в зеркале. Он видит действительность, реальность, как в отражении. А нирвана – это когда человек видит то, каким оно есть. Если есть сансара. Дальше. Вспоминаем. Кольцо сансары. Многие видели вот это вот изображение на адханках, в храмах буддийских. Кольцо сансары. В нем шесть классов живых существ. То есть, если вы верите в нирвану, значит, вы верите в сансару. Логически. Если вы верите в сансару, значит, вы верите в реинкарнацию. То есть, шесть классов существ. Есть боги. Они живут счастливо в своем мире. Есть полубоги, которые завидуют богам, постоянно с ними воюют. Это демоны, титаны, полубоги. Вот. Это асуры. Второй класс. Дальше. Ниже идет мир людей. Мир людей считается, перерождение, если ты родился человеком, считается самым благоприятным для просветления. Мир людей. Дальше. Ниже идет мир животных. То есть, если ты плохо себя вел, то ты перерождаешься животным и отрабатываешь свою карму. Ниже еще есть пятый класс. Это преты. Это вечно голодные духи. У них очень большой живот и очень маленькое горло размером с ушко иголки. И они не могут никак наесться. У них много еды в их мире, но никак не могут наесться. То есть, в преты перерождаются очень жадные люди. Скряги или еще кто-то. И дальше. Шестой класс. Это мир адов. Вот там как раз-таки властвует Ирлик Номинхан. Ирлик Номинхан. Вот. Если мы верим Сансару, если мы верим в перерождение, в класс этих живых существ, значит, Ирлик Номинхан существует. Можно так сказать. Конечно, многие неверующие могут подумать, что это сказки. Ну, это уже дело человека, каждого человека. Так вот, о том, что дар, сказейский дар передается, вернее, дается Ирлик Номинханам, это первый факт о сакральности эпоса Джангар. И я еще несколько фактов перечислю. Это первый факт. Согласно буддийской космологии, и весь мир эпоса, и калмыцкое мировоззрение, и религия, она все наполнена буддийской космологией. Я еще дальше буду об этом говорить. Первая легенда. Вторая легенда. Ее записал... А, кстати, вот эту легенду про Ирлик Номинхана, записанную в калмыцких степях, Бергманом, ученым немецким, также такой же вариант, практически идентичный, записали в Синьцзяне, у синьцзянских айратов. Вторая легенда была записана писателем Дарджиевым, о том, что однажды Джангар и его богатыри, починив всех семидесяти ханов, заскучали на перу. Они устали от походов, устали от перов, и однажды появилась в кругу богатырей, появилась женщина, целомудренная женщина Арагни-Дагни. Запомните, Арагни-Дагни. И она начала петь Джангар, Джангар и его богатурю начала исполнять эпос про них. Тогда богатыри стали веселыми и продолжили свой пир. Вот здесь очень важный момент. Арагни-Дагни. Это Арагни-Дагни или Дагни. Это вариант произношения санскритского слова Дагни монгольскими народами. Мы произносим слово Дагни как Дагни. Теперь разберемся, кто это Дагни. Дагни это женские божества, духи. И они, с чем они связаны, внимание, с чем они связаны? Они связаны с тантрой, с тайными учениями. То есть, если по легенде Джангар начала петь Дагни, то она связана с тайными учениями. То можно говорить о том, что Джангар, по сути, может быть, и является одним из тайных учений. Кто его знает? Все помнят про... Ну, мы, калмыкии, многие знают про Людскен Баттермут. Это когда воины в полуобнаженном виде без доспехов шли в бой под действием какого-то транса. Возможно, это и есть тантрические учения. А если Дагни связаны с тантрой, и Дагни поет на перу Джангара, то это второй факт сакральности. Возможно, это тайные учения. И, кстати, еще один момент. Вот многие говорят, почему женщинам нельзя петь Джангар? Я скажу, женщинам можно петь Джангар, но Дагни – это целомудренные женские божества. То есть, девочки могут быть Джангарчи. Ну, конечно, до определенного возраста. Но женщины уже нет. Я вот на эту тему где-то год назад, наверное, переписывался с Дианой Басханжиевой, и мы разговаривали о Джангаре. Она побывала в Синьцзяне, во внутренней Монголии, в Монголии. И вот я ей сказал, я ее спрашивал, почему вы тебе не исполните этот отрывок, не научиться? Она сказала, что люди говорят, что женщины, исполняющие Джангар, у них очень тяжелая судьба. И поэтому лучше, наверное, не стоит женщинам исполнять Джангар. Не потому, что это чисто мужская прерогатива, да, мужская привилегия, а потому, что это тайное учение, и оно очень важно. То, что женщина, вернее, девушка, женщина, исполняющая Джангар, должна быть подобна Дагине. В нашем мире очень много медиумов, людей, и вообще везде, среди многих народов есть медиумы, шаманы, монахи, ламы, которые имеют определенные способности, да? И есть два пути, как этому научиться. Вот снахари, шаманы, есть два пути. Первый путь – это когда человек учится постепенно, постепенно, он в это вникает, приобретая способности. Первый путь. Как стать медиумом? Второй путь. Когда просто, как говорят про шаманов, просто с неба падает дар, и все. Просто человек один раз просыпается, и он понимает, что что-то с ним происходит. Вот точно так же происходит и с Джангарчи. Пример. Басангов Мукоюн, Джангарчи, о котором записали шесть глав в Харахутсовской версии. Он родился в Харахутсовском Улусе, в раннем возрасте он потерял родителей. Его старшая сестра вышла замуж в Яндекамачажный Улус, то есть это было дореволюция еще. Ну и забрала его с собой. И он заболел оспой. Он заболел оспой, тогда его в отдалении от Хатона поселили в отдельной кибитке, на самоизоляцию. И он там, бедный ребенок, находился один, болел оспой. И ему приснилось, что он умер. Вернее, он говорил, что он умер. Он умер, и привиделось ему, якобы, лама его взял за руку и повел к Рлик-Наминхану. Когда он его привел к Рлик-Наминхану, он же ребенок, не понимал, о чем там ведется речь. В конце концов, два ламы радостно взяли, подхватили, посадили его на плечи и вернули к жизни. Тогда он очнулся, очнулся он выздоровевшим, и открыл себе сказедический дар. Тогда он начал учиться и начал исполнять джангар. И вот на конкурсе джангарчи в 1939 году он занял первое место. Второе место занял до вашего Лиева. Он был джангарчи-диагламатор, но несмотря на это, история того, как он стал джангарчи. Но потом уже, когда революция, коммунизм, он уже не так часто рассказывал об этом. Но об этом пишут, можете почитать, Николая Биткеева. Это подтверждение тому, что сказедический дар, ему можно научиться, а он может просто сам тебя выбрать. Еще одна сходная история есть в Западной Монголии в конце XIX века. Там тоже проживают Айраты, наши братья. Те, кто не был на Волге здесь. И у них есть свои сказания тоже эпические. И был один великий сказитель, Этенгончик. Однажды он, будучи ребенком, пас коз и овец. И он задремал, и ему привиделось, будто на драконе прилетел царь драконов. И спрашивает у него, хочешь ли ты обрести сказедический дар? На что ребенок согласился. Тогда ему царь драконов сказал, тогда преподнеси в дар небу одного козла. Ребенок очнулся и увидел, что одного козленка задрал волк. И с тех пор он обнаружил себе сказедический дар. То есть вот эти две истории, калмыцкая и западная монгольская, айратская, они похожи. То есть у нас дар дает Ирлик-Наминхан, либо Дакини. Западной Монголии, то есть джангар дает Ирлик-Наминхан или Дакини. Айратские сказания Западной Монголии дает царь драконов. И это все вместе соотносится. И в это можно верить, можно не верить. Но сакральность и высшие силы в нашем мире однозначно присутствуют. Дальше хотелось бы рассказать о мире джангаре. О мире джангаре, где все действия происходят. Действия происходят на континенте Джамбудвипа. На калмыцком Замбутив. Вот примеры джангара. Это есть джангаре. По буддийской космологии джангаре, это один из четырех континентов, который населяет люди. Один из четырех континентов. В центре континента находится гора Сумеру. Основание горы Сумеру. Гора Сумеру уходит вверх. И ее высота равняется глубине океана. На ее вершине 33 небеса трясти трех тенгриев. Тридцать трех небожителей. В джангаре это тоже есть. В джангаре гора Сумеру это То есть, когда богатырь выступает поход, он обязательно забирается на вершину горы Ильманхан Сахануула и озирается по сторонам. То есть, холодными глазами посмотрел на разные четыре стороны. Буддийская космология перекладывается на эпос. Либо, иногда это называется, эта гора называется как Алта. Алтаула. Тенгринки и Снбалат Тоглыс Алтаула. То есть, пуп небо, гора Алтай. Айраты, калмыкия. Холингудгиджи и джилизэй хорнды нюджи ёудык юэрдудгиджи. То есть, калмыкия это айраты, кочующие между Волгой и Ураном. Так вот, наш народ живет уже на Волге около 400 лет. Но до сих пор наши джангарчи воспевали Алтай, историческую родину айратов. Воспевают и будут воспевать. Говоря о том, что Алтай и Эль Манхан Цагануула это Сумеру. Вот пример еще один. Эль Манхан Цагануула. Газыр Тенгар Хойрин Киисн Балат. Ирюнгар Хынар Никюльды. Манхагат Баябигиджи. То есть, гора Эль Манхан Цагануула словно пуп неба и земли. То есть, вспоминаем буддийскую космологию. Небеса и Джамбудвипу соединяет гора Сумеру. В джангаре говорится, гора Эль Манхан Цаганула это пуп неба и земли. Пуп соединяет небо и землю. Пуповина соединяет ребенка с матерью. Страна джангара. То есть, в Джамбудвипе, на континенте Джамбудвипа, 70 ханств. 70 ханов, 70 стран. И страна джангара называется Арбумбин Орн. То есть, северная страна Бумба. И, кстати, очень интересно, в викицухуровской версии, в викицухуровской традиции джангара, страна называется Араншаджиндутык, страна северной веры. Это очень интересно. Почему? Самыми северными буддистами были до прихода буддизма в Великую Степь, были тибетцы. Они называли северными буддистами. Когда буддизм пришел в Великую Степь, пришел к монголам, к айратам. джунг а джунгары а последствий калмыки это самый северный буддист и вот почему страна называется арбум бинар арш один язык очень много вот очень много пасхалок буди отсылок к буддизму и алтай например бумба дала о котором говорится океан бумба это иртыш река иртыш бумбер что означает само слово джангар есть многие версии якобы джингер джингер звонкий звенящий есть версия что-то джих ангир один из великих ханов одного из тюркских народов но есть версия что джангар это белый бархисаттва почему на тибетском эпитет а вала киташвар и алгер швары бакисаттва сострадания мантра который все знают вам они есть мантра ладышвар и пить один из эпитетов ладышвары джанг кар то есть белый бархисаттва и действительно есть посмотреть сюжет джангара то среди всех персонажей джангар самый добрый персонаж даже когда приходит вражеский посланник и требует у него определенных там 55 вещей и требует починиться джангар соглашается ради того чтобы не было кровопролития это говорит о том что сам джангар это воплощение подкисаттва а вот кишвар и 12 богатырей сам великий и янула назвал богатырей как воплощение бархисаттва хонгар это махакала савр кюндегарта савр это баджиропа не знаете давать шапаник торде и женский питер устрашающий такой алкните идеи это манчушри бархисаттва знаний вот и это третий какой же я уже бился чем четвертый факт сакральности и пасаджан дальше двигаться что такое зуб вот джангар есть да вот богатской версии джангара говорится зутал хелехле зурханов зурхан минган шарайл танцем зугин хоро и нас и их ты и ингарат бельберин тысячи харыгна что такое зуб здесь есть одна красивая легенда будда шаке муни решил отправиться на небеса трясти трех уважителей решил покинуть этот мир он покинул этот мир и царь государством государства касала который очень почитала буду и он узнал о том что буду покинул мир тяжело заболел тогда ученики будды шаке муни собрались и один из его учеников мол гальяна который из всех обладал магическими способностями обладал магическими способностями выше остальных учеников он решил направиться буддик но с помощью своей магии и сообщить о том что царь горюйт что царь попросили мастеров государства касала последовать за маут гальяны из образа будды с настоящего будды сотворить три статуи маут гальяна отправляется на небеса трясти трех тенгриф вспоминаем да гучин горм хор мастингер как джангри отправляет на небеса трясти трех тенгриф берет собой мастеров мастера последствия изготовляет три прижизненных как сейчас говорятся статуи будды шаке муни одна большая другая маленькая другая средняя другая маленькая дальше что происходит с этими статуями большая статуя попадает в китай китай буддизм прошел раньше великую степь попадать китай средняя статуя во время того когда ее перевозили через море корабль тонут и статия попала царю ноги ноги это мифические существа полузмеи полу люди полубоги одни из полугода морские кстати ноги есть в ворот of warcraft там есть нади маленькая статуя попадает в непал в девятом веке тибетский царь заключает династический брак с китайским с дочерью китайского императора и узнав о том что в тибете буддизм имеет широкое распространение в приданное китайский император отправляет не со своей дочерью принцессы большую статую будды это стат и называется джо шаке муни три статусе называться джо шаке муни но в те времена царь мог иметь больше одной жены и он заключил днестический брак с непальской принцессы так непальская принцесса тоже привозит между собой статую джо шаке муни маленькую стану и таким образом эти две статы попадает в тибет чего это санскритское слово калмыцкий вариант произношения слова джо шаке муни в зуб как раз таки то есть джо зуб за идея они чередующийся согласны зуб о том что айраты поклонялись зуб можно сказать что калмыцком языке есть специальное слово означающие идти на поклон джо шаке муни газу в тибет зуль челха а слово зуб и еще один еще одно и вспоминание габан шара пишет истории а4 айратов о том что хашутский хан кундулен ваших эндлинувши будучи паломнички в тибете преклоняясь перед статуей джо шаке муни сказал такие слова бачк дэми не хором вич отверли сядет дэми не умык бич отверли зуэр дни эльды если перевести то если стану богатым я да не стану жадным я если стану знатным я да не стану горделивым я джо шаке муни наставь меня в этом так пишет габан шарап в истории четырех айратов о том как поклоняется статуи джо шаке муни как раз это есть зуб которая описывается в джангаре нашим калмыцком джангаре и я вот раньше думал что джангар это сказка которая перешло переросло сказание потом талантливые люди поэты развивали 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 но недавно я начал задумываться начал читать про буддийскую космологии сравнивать джангаром общаться с разными людьми знающими людьми кто занимается этим и я поверил в легенду о верликном михане сейчас потому что это такое придумать людям это я не знаю каким надо быть гением аркутовской версии джангара говорится арык зоу гинбатер вазы кого hunger то есть воинственный улан хонгар богатыр северный зу северный джо шаке муни дальше вот еще какие вот буддийские элементы шарин дырвен шарин дырвен кейт четыре желтых монастыря тоже встречается часто шаке мунин хуэлган вот там есть такие слова шатыр был сын бомбаловань шарта дырвен долата шарин дырвен кейтэ шаке ямунин ильтэ хуэлган ламта то есть сломай перерожденцем вуды шаке муни такое тоже есть джангаре хурык хурык что такое хурык хурык это санкха дальше еще буду говорить об этом дальше объясню хурык монашеская община шары улань или городе шак ян то-то нэмэн тюмэн хуэрган шатыр был сын бомбаловадан шан хуэлган халя джэ шары улань или хорде вы уровень и шары улань или городе что такое делясь на желтых и красных истории буддизма мы знаем что в тибете власть разделилась на две школы красно-шапочный желто-шапочный еще одна отсылка дальше вот как раз ирдинэкн 9 глав из 10 по по версии джангара эльяна ула и кипу хосовской версии начинается слов ирдинэкн сактэ гарксэн эйнэ улэн бургдэн шаджиндэ игрхэд сактэ гарксэн то есть о чем говорится о том что потомок таки зулы хана внук танксык бомбая хана сын юзин калдыр хана единственное поколение джангар родился во времена эрдинэкн сакты во времена начала эрдне что такое эрдне эрдне санскритское слово ратна драгоценность 3 ратна это три драгоценности три драгоценности буддизма будда дхарма санха на калмыцком будда бурхан дхарма дом кстати нам пришло в индийский язык с греческого но нас дом учение будды дхарма и санха бурсын хурык вот о чем я недавно говорю то есть от 3 драгоценности то есть можно говорить о том что джангар родился во времена появления трех драгоценностей кстати в первом переводе липкина было так это было в первые дни появления 3 рд не но время был коммунизм хорошо что хоть издали джангар батру басангалу в первом калмыцком писателю пришлось прожить немало усилий для издания для перевода джангара ну идеология конечно дала своем знать и пришлось изменить ну вот джанга родился во время появления трех рд не дни то есть распространение джанга родился во время распространения веры бурханов бурхан шуткой бурхан бурхан ваши буддизм впервые пришел великую степь с китая древние тюрки древнюю и горы были буддисты даже город багдад назывался будда дата и был построен форме мандалы то есть древние тюрки были буддисты они его переняли от китайцев и слова бурхан является тюркским вариантом произношения слова китайского слова будда я не могу произнести как по китайском будда но можете заглянуть древний тюркский словарь и это найти или можешь подписаться на мою страницу инстаграме там у меня есть и бурхан это именно будда это не бог бог на калмыском тенгер боги и небожители тенгермет дальше еще ким момент нам донорусы гору на кэбээрин амэйвдэксэн гульдин кэмангэсхага нам донорусы дыр норкчен асандан дырвины кэбэрин амэйвдэджэ дырдин кэшэрэмангэсхага нам донорусы что такое нам доноруха вот в русском переводе переводе на русский язык написано о том что взял в плен но на самом деле это переводится не так что такое нам я уже говорил это учение гудды нам дан значит свою веру а уруха архи входить а уруха вводить то есть если мы если перевести правильно то будет ввел свою веру кстати вот джангри когда говорится о битвах с магасами шумусами да с нечистыми силами и вот например главы когда говорится про битва с магасами то говорится нам донорусы не говорится победил до дура суксом когда победил если враги джангра люди то дура суксом или кейльберг сын взял плен а когда идут битвы с магасами то нам донорусы и я это всегда представлял так то что они были нечистыми злыми существами и после того как джангри их побеждает вводит их учение будды и искренне поверив учение они перерождаются становятся счастливыми обычными людьми я как-то это так это немного фэнтезийно но я вот этого так понимаю и думаю может быть так оно есть то есть злое существо а потом она переходит на светлую сторону то есть джангр побеждая шумусов им оказывает огромный слуг шатыр был сын был в и вариант босаксы шарин джангра это не только светский властелин да но это и духовный властелин то есть очень красиво в русском переводе липкина сказано об этом был повелительным истинным он желтых четыре истины он соединил своих руках очень красиво да скажем то есть четыре желтых четыре стены но это же 4 благородные истины то есть и подтверждение тому что джангр возможно это алкадешвара что он не только светский властелин но и духовный то есть калмынском ханстве было как был мирской властелин да хан и шадин лама калмыки верховного духовный и светский а джангр соединяет эти качества в себе в одном он духовный лидер и низкой лидер джиннацин хайран джидин и зерты вильгии джили в бахаху иран ганс хонгин геннат энергии его там есть слова ирин сукху ирин сукбодин хамтановый что это такое что такое сукбодин это сукхавати можете загуглить сукхавати это чистые земли будды амитабхи это то что заходятся чистые земли будды амитабхи находится за пределами сансары то есть чтобы найти эти земли надо добиться просветления богатыри когда дают клятву братскую они дают клятву не народу кстати ангар слова они дают друг другу клятву то что нибудь братьями и они говорят что мы вместе достигнем чистых земель сукхавати дальше еще есть момент как раз таки версии по урана то есть мало дебетский версии но и на хинского аймака до ринда ла норни звезды волоксен и один армон хуи ровник если голоса то есть джангар джангар стал сновидением для нижних семи миров и стал мечтой для верхних 12 миров что за нижние 7 миров и верхние 12 нижние 7 миров это семь этажей мира адов где как раз таки проект эрлих на миха на котором мы раньше буддийской космологии так она есть 7 этажей ада и еще есть 8 самый глубокий ну туда что туда попасть это надо быть очень и очень плохим 7 этажей ада вот как данте или грей описывает 12 кругов ада людей до кругов ада только буддийская космология не круги а это же вертикально и 12 дебина рун хуир ворон это 12 небес желаний как я уже говорил в синдзянской версии джангара последняя глава это о том как хан джангар передал свою власть наследнику и передал ему печать печать страны бумбы называется алта джуевин арслын там вы то есть ли вы львинная печать алтая и зу азу я уже говорил и кстати я вот был на одной конференции когда работал учителем житель голынского языка и 1 учительница выступала и рассказывала как раз таки право главу о шарагирги где джангар покидает свое ханство уезжая далекие в далекие края забывает уже о том что он был ханом женится у него появляется ребенок улан шовшу и от ребенок побеждает как раз таки вражеского хана шарагирги и она говорит о том что почему джангар бросил свою страну бросил своих попротивов богатырей для того чтобы найти наследника преемник оказался это не так то есть там описывается в этой главе описывается писца пишется о том что джангар его богатыри захватили всю джамбудвипу и тоже заскучали уже не знали что делать и тогда джангар и говорит о том что вот статья слова выписал специально эрин тараландан нирванды от ха цагбала то есть чистые райские земли нирванды от ха цагбала нервы знакомое слово созвучно нирвана то есть джангар конкретно заявляет вот пришло мое время уходить нирвана он уже просветленный теперь ему осталось попрощаться жизнь тогда 12 богатырей 12 попротивов они решают уходить джангаром месте тоже они вместе сообщает и решает и решает кому передать власть какой богатырь о каком богатырь больше всего подвигов джангарь конечно hunger синдзянских версиях и камынских версиях а хонгаре больше углов второй богатырь который тоже совершает много подвигов после хонгара это хошунулан помните главу о трех мальчуганах сын хонгара хошунулан хошунулан ну яблоко от яблони недалеко падает сын своего отца и арх так и на углу полотведи и слик преемником джангар становится хошунулан смысл всего этого это глубокое буддийское мировоззрение связано с буддийской космологии конечно же это и связано с 100 буддийскими верованиями на айратов степняков кочевников конечно же стивили а сама связано при грязи тоже есть и верхний мир средний мир нижний мир и релик тоже есть персонаж в тенгрианстве и для того чтобы для того чтобы джангар понимать надо развиваться соответствии с этой духовной культурой мы все-таки калмыки мы выходцы из азии мы европейцы с азиатской культурой больше нет такого народа мы наша национальная культура азиатская живем и европе восток мудр запад прогрессивен я думаю мы должны эти качества себе соединять 50 на 50 как джангар соединил духовность и светскость так и мы должны и для того чтобы джангар заниматься делать интерпретации какие-то да вот многие говорят что джангар я вернее слышал такой джангар и его богатыри должны стать новыми для калмыка должность как стать как бэтмен и супермены но но это неправильно почему это неправильно потому что джангар то не просто сюжет вот он пошел туда захватил того пришел обратно попировал и все джангар он насыщен учением много советов очень много всяких поучительных моментов очень много дофталяющих моментов и для того чтобы понимать джангар надо окунуться в эту культуру духовную культуру восточную культуру даже не только калмыцкого восточной культуры и этим надо заниматься конечно было бы хорошо если бы наши дети бы развивались бы также соответствует со своей до национальной культурой соответствует со своими духовными с духовными принципе принципами предков да конечно сейчас у нас есть предметы калмыцкий язык до история культура родного края но этого как будто бы как-то недостаточно учителей тоже нельзя все перекладывать и для того чтобы понимать джангар говорить о джангаре не интерпретировать его правильно и вдохновляться им конечно же надо окунуться во всю эту культуру надо очень много чего прочитать изучить а наши то предки буквально сто лет назад были наполнены этим а мы уже нет и опять же когда учили джангар ч сегодня максим д разговаривали учили джангар ч должен был быть учитель и ребенок его родственники или отец или дядя джангар ч из детства учили он постоянно ребенок все это слышал ему все это рассказывали и он впитывал это себе он набирался этой силы духовной силы и через исполнение джангаром эту силу отдавал люди для меня вот раньше джангар я считал как опять же говорил же как сказка поэма но для меня это стало больше чем поэма или или там сочинение для меня это связано с сномом с учением будды кстати один из величайших джангар ч 20 века джевин джуна синдзяне он знал и исполнял 25 глава джангара один из величайших джангарчи синдзяна вот есть у него одна глава генеалогия богатырей джангара джангара и его богатырей и там он говорит в конце то что но мин зеркан бене переномен зерканды джангрин нирын бене то есть есть вот такой вот номин зеркан как правильно перевести не заклинание сотноподобие буддийской мантры и там есть там присутствует имя джангара прям так и написано вот можете взять второй том синдзянского джангара и там есть слово джангар язык джангар язык как раз то есть джангар это и если джангар это кстати вот этот номин зеркан который о котором он говорит это миг зэм восхваление зонква гигана и вот и я считаю джангар намного выше чем просто литературный жанр джангар намного выше и для меня джангар как как но как учение будет калмыцкая культура это как гора сумеру высокая-высокая гора сумер над ней светит солнце это солнце учение будды в горе дует ветер завевает в раскаты горы это калмыцкая музыка калмыцкие песни над горой летает орлы скачут лошади это калмыцкий танец деревья живописные деревья на горе это письменность джангар сама почва сама гора это калмыцкий язык а сама цветы драгоценные металлы драгоценности сокрытой горе это джангар джангар а до 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 Субтитры создавал DimaTorzok